Привет-привет! Сенса заглянула на мой канал, меня зовут Лена Босс, и я приехала, вернулась, и сегодня будет такой влог, скорее всего, одного дня, болотательно, я его сейчас насниму, всё вам расскажу, покажу, что привезла с отдыха, что мне тут пришло, какие-то небольшие посылочки, да, расскажу про какие планы у меня были, будут планы вот на будущее сейчас работать, вот, и расскажу про отдых немножко, потому что вопросы уже поступали, я думаю, тут, ну, так, в общих чертах, как мы отдохнули и что да как, да, в общем, такое влоговое видео, постараюсь его сегодня и смонтировать, и выпустить, если у меня получится, в общем, грандиозные планы, если вам интересны подобного рода болталки, то ставим лайк, мне будет очень приятно, и продолжаем просмотр. Про отдых, всю эту часть я, наверное, поподробнее расскажу, в конце я оставлю такой кусочек, потому что не всем это интересно, но, тем не менее, многие спрашивают, как, что, но сейчас в общих чертах скажу, что всё удалось, и все мои опасения были зря, очень-очень круто отдохнули, хорошо, всё прекрасно, вообще без каких-либо проблем, вот, вернулась я, получается, сегодня понедельник, в субботу с утра я приехала, но перед этим где-то 10 дней я ещё была у родителей, после отдыха мы отдыхали в Сочи, вот, муж полетел в Москву опять сюда работать, у него только 2 недели отпуска было, а мы с Севой полетели в Саратов, и я вот ещё немножко там побыла, оставила Севу, в общем, там, потому что там уже все ждут бабушки, когда внук вернётся, сказали мне до конца августа, не отдадут его, поэтому ближайшие полтора месяца мы тут с мужем вдвоём, я буду работать, дела делать, сада нет, вот, посвободнее чуть-чуть будет. Вот, ну а конкретно по отдыху будет кусочек в конце видео, там расскажу, я его сейчас прямо же запишу, но просто расскажу попозже, вот, что касается у меня планов, да, мне сейчас, я уже вчера посидела, написала, хотя я думала, я так соскучилась по скрапу, ещё когда у родителей была, кто смотрит мои сторис, хотя их не сильно много было в последнее время, я пыталась там скрапить, я наскрепла, последний раз я у родителей, наверное, года два назад, может быть, три даже, я что-то скрапила, то есть, когда Сев был маленький совсем, мы живём под Москвой, вспомню, а родители у меня под Саратовом живут, вот, и когда совсем маленький, естественно, у меня больше времени уходило на него, на скрап не так много времени было, и, естественно, если я приезжала к родителям, а тогда я чаще приезжала к родителям, вот, я брала скрап с собой, там уже есть кому сидеть с ребёнком, и в большей степени там я скрапила у родителей, вот, потом уже поменялось, теперь я, как, у меня Сева ходит в садик, скрап у меня почти как работа, вот, и, что? И я уже с собой ничего к родителям не беру, потому что я уже езжу туда как в отдых, да, отдохнуть, я максимум беру какие-то вырезалки с собой, что-то вырезаю, в этот раз я даже вырезалки с собой не брала, потому что мы ездили в Сочи, я не хотела туда-сюда возить, и явно я бы там ничего не вырезала. Так вот, у родителей я прям так соскучилась уже по скрапу, я там две недели ничего не скрапила, я их попросила, где-где-где, у меня там старые запаски какие-то оставались, на скрепла там что-то, много обрезочков разных, и из них можно было что-то собрать, и я даже накидала скрап-страничку, я пошла, посчитала фотографии, хотела поучаствовать в задании Мускари, про море там что-то было, ну, я не успела, только я села, сложила страничку, даже, еще меня что-то остановило, что там не было никаких инструментов из клея, только ПВА и клей-карандаш, а инструментов не было, ну, то есть только ножницы, ни резака, ни какого-то вот ножа вот такого вот, ничего, и я не нашла там, короче, это меня, конечно, подкоробило, ну, я такая, нет, я сейчас справлюсь, ну, в общем, я накидала страничку, думаю, ладно, утром посмотрю, как склеить, я там даже гуашью поработала, потому что разная вырубка была, пришлось что-то красить, ну, дурацко на самом деле страничка получилась, а факт в том, что вечером я уже смотрю в этот же день, что уже итоги по этому заданию, и я такая, ооо, ну вот, и как бы, ну и что, просто так страничку делать, я бы все равно ее выкинула, скорее всего, потому что, ну, такая себе получалась, и это просто было, ну, такой момент, да, я немножко взяла, поняла, что нет, я, мне там, когда я выкладывала материалы, что, типа, я сейчас, девочки, я тут буду сейчас скрабить сторис, мне такие, да, ты такой профессионал, у тебя обязательно все получится, нет, как оказалось, и дело не в материалах, а в инструментах, без привычных своих инструментов, без палочки для беговки, для доски, без резака элементарного, хорошего карандаша, не могу работать, нет, клея удобного мне, да, в удобной бутылочке, в общем, видимо, я человек такой комфорта, хотя, не скрою, если бы я там неделю еще посидела, то я бы из того чего-нибудь сложила, какой-нибудь миник, мне просто не хватило, наверное, какого-то толчка, задания, вот, да, то есть я вот видела вот задание морское, мускари, я бы уже пошла, что-то сложила, а оно раз закончилось, ну, и как бы смысл делать, да, не то, что я это делаю, не то, чтобы там призы выиграть, да, но просто, чтобы делаешь работу к чему-то, а не просто так, ну, по крайней мере, мне так хотелось. Ну, все, оставлю я это, вот, в общем, соскручивалась я по скрапу, соскручивалась я по скрапу, написала вчера, думала, что приеду и прям сразу брошу с работы, но нет, как-то такие ленивые у нас выходные с мужем прошли, мы вдвоем были, гуляли, такие, знаете, как молодожены, давно так просто с друг с дружком время не проводили, чтобы еще тут кто-то в ракург не бегал около нас, вот, что, написала только вот планы какие-то мне нужно сдать, во-первых, мне нужно сделать работу для дизайн-команды, которую я задолжала, это единственный раз, когда вот я задолжала на июль, хотя я попросила, чтобы у меня был последний, у меня 28 числа выходит работа, но, тем не менее, все равно у нас по правилам нужно за месяц это все сдать, вот, и сегодня, сегодня я буду целый день вот заниматься работой для ДК, надеюсь, что я еще не сделаю, сфоткаю и уже отправлю, все, все я сделаю, такая заряженная на работу, вот, это вот единственное, которое за прошлый месяц, ну, как бы на июль, да, и еще две в этом месяце мне нужно сделать, соответственно, на август работы. Дальше мне нужно провести розыгрыш с скрапман, а это значит, у меня был обзорчик ножичков, ну, если я сегодня выпишу видео, то вы еще успеете поучаствовать в розыгрыш до завтра, до 13 июля, вот, мне нужно нарубить вырубку, там, по-моему, два или три, я набор обещала, не помню, надо посмотреть, вот, еще они у меня, я же это снимала уже последние дни, ножички у меня так стопочкой здесь лежат, их складывать особо некуда, поэтому вот я еще забыла, надо написать, мне сделать магнитные листы, хочу, наверное, все-таки множечко от скрапман конкретно, у меня еще больше, больше, у меня там сейчас, наверное, 4 или 5 палеточек именно скрапманских, а у меня сейчас все по производителям лежит, наверное, мне сейчас еще штук 5 добавится, потому что там достаточно объемные ножи, вот я вижу тут, да, у меня лежат вот эти вот салфеточки, хотя это я уже ее чуть-чуть пользовала, вот такая салфетка, вот эти вот большие штуки, а они будут торчать у меня в системе хранения поменьше, вот, короче, подумаю, тоже сегодня, наверное, надо это сделать, чтобы убрать со стола. Дальше розыгрыш от мистера Пейнтера, но это в каком-нибудь следующем влоге, это у меня одного дня такой влог, в следующем влоге. Альбом у меня один на заказ, сейчас февраля, моя знакомая, давно хотела, вот, вот все собралась, я отправила вчера вот еще фотографии на печать, мне должны привезти, удобно, что у нас теперь тут внизу пункт выдачи озона, и туда можно заказать и доставку фото, потому что раньше было, то, что мне далековато было идти, там минут 25, вот, ближе было дороже доставка, вот, а тут такая штана. Заказываю я в нетпринте, у меня часто спрашивают, где я заказываюсь, я заказываю в нетпринт, но фотопроект, по-моему, там дороже, вот, а вот на нетпринт я в этот раз заказала самый стандарт, там есть стандарт, есть премиум, стандарт 10 на 15 стоит почти 8 рублей, там 7 и 9, а этот премиум стоит 13 с чем-то рублей, ну, я решила, будет стандарт, потому что там фото мне прислали через контакт, и качество, скорее всего, там будет так себе, и смысла от премиум я не вижу, потому что там не с фотоаппарата, да, как бы фотографии, вот, но я не знаю, буду я его здесь показывать, нет, я спрошу, можно ли будет, потому что альбом будет с фотками, но я, скорее всего, их буду вставлять в уголочки, потому что, опять же, у меня в последнее время, я там, кстати, когда была у родителей, снимала свои фотоальбомы, которые прям с фотографиями, а я если делаю для родных, то я сразу делаю с фотками, вот, и там у меня были в основном, либо на карандаш, и они уже начали отклеиваться потихоньку в уголочке, либо на клей-момент, и они крепко держатся, ничего не повело, все в порядке, вот, меня спрашивали, ну, что же клеить на клей-момент, если вы им клеите, и сразу скажу, что это, скорее всего, фотографии из, как раз, каких-то профессиональных фотостудий, да, вот, как я в Netprim заказываю, то они будут, скорее всего, нормально, потому что я помню, когда я еще клеила на момент, я в ближайшую, ну, как сказать, фотостудию, просто мужичок с принтером сидел в ближайшем торговом центре, вот, я у него заказывала фотографии, и вот они расплывались сразу от момента, то есть ты клеишь, даже если они рядом лежат, ты не их клеишь, а страничку клеишь, или какой-то декор рядом с ними на клей-момент, то сразу начинают они мутнеть, прям это видно, что они мутнеют, вы это сразу поймете, но если они у вас не портятся, фотографии от момента, вот, прям мгновенно, в течение 10 минут, значит, все в порядке будет у вас, ну, по крайней мере, по моему опыту так, вот, а вообще я сейчас, так как не клею на момент, я стараюсь либо в уголки, либо прошивать, то есть я пришиваю прям к подложке, а потом уже подложку там на титан клею, но все больше я стараюсь просто уголочки делать, вот, так удобней, меньше заморочек, и ты точно не переживаешь, что у тебя эта фотография поведет, вот, либо что она отклеится со временем, да, вот, что касается фотографий, короче, вот такой альбомчик, он будет детский, вот, из коллекции от Скраб Мира с этими скотятками, вот, но он дешевенький, там бюджет очень маленький, и мне надо как-то умудриться сделать его и вместительным, и бюджетным, и чтобы я много времени на это не убила, в этом минус всегда работа для знакомых, да, я думаю, мастера меня поймут. Так, еще мне нужно сделать дизайн работы на август, сказала, мастер-класс для Скраб Мира, но это в августе, но я их постараюсь сейчас сделать, потому что в августе у меня большой альбом стоит, вот, и поэтому мастер-класс тоже в ближайшее время для Скраб Мира постараюсь сделать, какой еще не решила, хочется делать скраб по страничку, но посмотрю, на что вдохновение пойдет, потому что я ножей в этом обзоре набрала много разных тематик, разных форм, и тут можно разных мастер-классов несколько штук сделать с этими ножами. Вот, дальше у меня еще работа для мускари из коллекции, вот этой, как она, будь собой, да, будь собой, мне нужно сделать не мастер-класс, но работу, как я приглашенный дизайнер, вот, поэтому какой-то, скорее всего, альбом будет, посмотрю, что-то такое, интересно, там столько еще борта, я прям уже предвкушаю работу, вот, и вот тревел-альбом у меня стоит на август, в начале августа, где-то до 20-х сисел, я должна его сделать, я, по-моему, в прошлых влогах, кто смотрел, показывал, что я заказала тревел-коллекцию от Craft Paper, и от Мистера Пейнтера, вот она у меня здесь лежит, которая прогулки по Европе, вот, вот такая, и здесь в основном из-за вырезалок, вот, вот разных таких, да, а тут, кстати, а, тут общие вырезалки, а вообще там по странам или по городам, потому что где-то написано Лондон, а где-то написано Прага, ну, как бы не столицы просто, да, вот, вот такие, здесь вырезалки, но факт в том, что здесь белая бумага, у Craft Paper она такая под винтаж, и я так поняла, что заказчица хочет тоже альбомчик под винтаж, поэтому, скорее всего, надо будет тонировать все эти высечки, но посмотрю, что будет, такой необычный проект будет, вот, это что мне касается, вот, планов на август и на июль, много-много планов, еще мне где-то должен, странный такой заказ, девушка, как я поняла, тоже Scrapper, может быть, она меня даже сейчас смотрит, так вот, она хотела сделать альбом подруги, но что-то я не поняла, почему у нее не получилось, то ли по времени, то ли она боится, то ли что, она купила материалы, там, по-моему, альбом, наборчик Midnight Garden, как-то так, по-моему, называется от Примы, ну, такой красно-черно-бежевый, да, ну, вы, я думаю, помните его, вот, и что-то у нее не пошло, она мне еще писала под Новый год, или в феврале, ну, я сказала, там прям было две недели на изготовление альбома, я говорю, я не успею, у меня уже планы, говорю, только теперь в июле, вот, ну, и вроде как бы она согласилась на июль, но она мне не прислала посылку, и вот только недельки-две назад пишет, то есть в начале июля, наверное, даже, неделю назад, что давайте я пришлю вам материалы. Ну, давайте пришлем, я просто не знаю еще, как рассчитывать этот заказ, потому что материалы уже какие-то придут, но все равно я какие-то материалы буду свои тратить, по-любому, и как рассчитывать стоимость, я не знаю, и она мне уже все пришлет, а потом я буду стоимость рассчитывать, ну, это как бы странно, не знаю, как будет, и когда это будет, я даже не знаю, как ее включить в свой график, потому что предоплата еще никакой не было, я не могу взять какую-то предоплату, да, не знаю, такой интересный, еще пришлет ли она мне что-то или нет, сказала, вышлет, ну, не знаю. Вот, что дальше? Планы рассказала. Что, давайте я покажу, что у меня здесь пришло. Пришло мне немножечко покупочек с Али, еще пришла посылка в последний день отъезда от Даши Лариной. Вот, я ее показала только в сторис, во влогах не показала, еще вот, видите, все так вот лежит. И покажу сейчас то, что там пришло. Покажу, сколько накупила я бязи, бязи в Аткарске у родителей, а в ткани магазина, ну, как, это тут не совсем бязь, во-первых, была черная, наконец, то есть, блин, мне платочки забыла им отдать, там такие дешевые платочки продают. Вот, черная бязь взяла, вот такая она плотненькая, я люблю ее использовать на торцы, опять же, где-то и переплеты. Дальше я взяла, по-моему, это называется, нет, это не двунитка, как это называется? Суровая, бязь суровая, я вспомнила. Вот я ее обычно беру, не знаю, как там вам видно будет, фокус-фокус, вот, она такая бежевая, вот как раз для винтажных альбомов, вот, которые я делала предыдущий, да, семейный альбом с домиком, вот она там вообще клево зашла, на торцах было очень круто смотрелось, но это прям такая вот бязь. А еще из этого же альбома такого же цвета, но двунитка, она вообще похожа на канву, на самом деле. Я когда вышивала, мне кажется, канва просто такого плохого качества канва, вот, она была подороже, она стоила что-то 90 рублей, по-моему, или 100, но у нее шаг только 90, 90 на метр, да, то есть обычно вот это вот идет вот полтора или метр шестьдесят, ну что-то такое. Ну, в общем, я ее взяла, она поплотнее, мне кажется, девочки, которые профессионально занимаются переплетами, как раз из нее часто, да, вот очень похоже на канву, только бежевого цвета. Делают переплеты, но мне кажется, она сильно вот так вот распускается и сильно плотная. Ну, взяла на пробу, короче, была, взяла. Ну, и обычно я там беру свою белую бязь, она, по-моему, 200 толщиной или 180, ну, там у них какая-то градация толщины есть, что-то такое. Но в этот раз ее не было, была какая-то потолще, вот, белая, но она вот... Блин, видно вам, нет? Попробую сфокусировать немножко с таким... Ну, как будто какое-то теснение есть, не знаю, как сказать. Ну, то есть она тоже поплотнее, прям такая вот, ниточками. Может быть, я сейчас переведу, покажу. Будет, мне кажется, интересно тоже смотреться. Даже, может, на обложку я куда-то, мужской, ольбом, да, какой-то. Ну, в общем, тут у меня вот такая вот стопень огромная. Набрала ткань. Потому что у нас здесь в Одинцово плохо ткань в магазине или мне так не везет. Ну, я как-то никак не найду. Вот. Ну, и главное счастье, пока я была в отпуске... Опять сильно тормозит. Главное счастье, пока я была в отпуске, муж успел забрать мою посылку дизайн. Это уже третья дизайн-посылка от Пятницы 13. У них вышли новиночки, такая сладкая коллекция и новогодняя. На самом деле, это вот такая огромная посылка. И вот вторая и третья вот эти вот такие плотные. Они по 4 килограмма. Первая вообще там 9 килограмм была. Я вообще не представляю, Пятницы 13 мега седрый владелец дизайн-команды, как сказать, производитель, да. Мега седрый, потому что это просто невероятно. Я еще те эти все не перескапила, даже половину. Я вот так смотрю, что некоторые коллекции уже там устаревают и уже не особо с ними охота работать. Наверное, когда закончу я свое ДК, я устрою небольшую распродажу, потому что я со всеми, в принципе, поработала. Но еще материалы остались какие-то, да, по полнабора, где-то даже целые наборы, потому что по факту приходит там большой набор, маленький, средний. Ты там с двумя поработала, а третий какой-то набор у тебя уже остается. В общем, наверное, какую-то распродажу я устрою, потому что на самом деле мне хранить уже негде. Мне очень напрягает, что у меня просто под скраб бумагу вот 4 отделения полки. Верхний – это такая женская какая-то, да, романтическая коллекция свадебная, да. Средний у меня пониже полка – это все для дизайн-команды, но там все материалы от пятницы лежат, кроме штампов. Штампики у меня отдельно лежат. Третий – это у меня все детское, мальчики, девочки. И внизу, в самом, у меня там лежит мужская тематика. И что-то еще, мне кажется, я там ложила. А, ну, у меня там еще лежит эти, акварелька, крафт, ну, такие, вспомогательные. Ну, в общем, все это уже вываливается, мне так это бесит. Ой, я бы вот женскую расформировала. Может быть, я на днях устроила сборку, но, знаете, после отпуска, я думаю, у многих это бывает. Хочется приехать и тут все разобрать, переменять, поменять, что-то такое. Может быть, я и этим в ближайшие дни займусь. Вот. Что, сейчас переведу камеру, покажу, что привезла. Ну, я тут совсем чуть-чуть, ничего особенного. Я там не купила, естественно, ракушки. Как я бы могла поехать в Нема Мори и не купить ракушки? Вот. Посмотрим эту посылочку с Алиэкспресс. Тут пару штук чего-то пришло. И все, буду заканчивать это видео. Ну, и сейчас, естественно, будет кусочек про отдых. Ну, и мой бардак на столе. Да. Что у меня здесь? Ну, как вы думаете? Я же не могла уехать с Мори и не взять камушков. Я набрала немножко камушков. Первые дни я держалась, но к концу я все-таки решила немножко набрать. Для фотографий. Мне часто не хватает на фотках каких-то мелких элементов. Я, например, кладу на фотки вот какие-то... У меня несколько есть разных подносиков, чашечек, тарелочек. Ну, и они пустые, да? Надо их чем-то заполнить. И я вот набрала прям малюсеньких камушков таких. Думала, может, я их еще покрою каким-нибудь глосси, либо пудрой, чтобы они блестели. Ну, мне кажется, и так, в принципе, ничего. Я брала в основном беленькие, чтобы они такие нейтральные были. Камушков я увезла немножко с Адлера. Дальше, естественно, как без ракушек. Вот тут у меня лежат. Ну, сами ракушки я особо не брала. Вот звезды взяла. Кстати, нашли магазинчик. Там вообще дешевый. Вот это, по-моему, что-то 30 рублей. Это 15 рублей стоило. Я думала, они будут дорогие. Вроде это настоящие морские звезды, но они, по-моему, очень хрупкие. Я вообще не знаю, как мужу удалось их целыми довезти. Вот. Нет, немножко, видите, откололось все-таки. Вот тут. Вот. Ну, для морских работ фотографии, да, делать. Брать. И вот такие вот штучки, эти были подороже. По-моему, 40 рублей 70. Не знаю, что это. Но что-то, что-то тоже морское. Оно такое прикольное. Ну, какие-то кораллы, ракушки, да. Вот. Ну, такой приятный розовый оттенок. Мне кажется, их вот можно не только на морские работы сплоть. Ну, это все, что было с моря, наверное, да. Да, наверное, тут у меня что-то. Я открытки покупала у родителей. Тут немножко фотографии, которые распечатывала для скраб-странички, да. Ну, вот такие вот у нас все фотки. Получились фотки не очень. Так, еще что я купила? Картину. Там, знаете, на набережной по вечерам разные развлекухи. И одна из развлекух была каждый вечер художник. Рисовала, знаете, вот эти вот видюшки, когда рисует этими, как они, баллончиками, да. Которыми обычно граффити рисуют на стенах. А это именно картины. Вот. Молодой человек. У него даже инстаграм там был. Я подписалась. Ну, как подписалась? Я себе сохранила. Можно посмотреть, да. Вокруг него всегда была большая толпа народа. Он там сидел. Ну, он в основном включал музыку. Громкую такую, какую-то ему удобную. Вот. Стол у него. Куча этих красок. А он тут же сидит, рисует эти картины. То есть он как-то не особо контактирует с зрителями. А там вот ходит другой человек. Его, как мне сказать, помощник. Вот. И вот он уже там продает картины. Либо что-то такое. Рассказывает про это дело. Мне понравилось. Но тот момент, когда мы подошли. Не знаю. В этот именно вечер я решила купить картину. Большие особо не увезешь. Хотя цены там были такие прям формата 3200 рублей. Там очень красиво. Я, может быть, беру здесь фотографии. В основном это тема космоса. Какая-то такие яркие картины. Но мне захотелось что-то взять. Ну, вот. Из маленьких было всего-то, по-моему, 2 или 3 работы. Но это я выбрала такую. Не сказать, чтобы она сильно какая-то особенная. Но как память я ее больше взяла. Как сувенир. Что интересно. Что мне удалось посмотреть, как работает художник вживую. Да. С всякими приемами. Он там что-то даже поджигал. Какие-то всякие штуки. Трафареты. Вот. Ну, как память взяла. Может даже повешать на стену. Единственное. Надо купить какую-то рамку. Больше. С паспорту. Тогда будет она лучше смотреться. Мне кажется. Ну, и я взяла такой нейтральный. Там была еще вторая. Яркая такая. Я взяла по нейтральней. Такую, чтобы под интерьер любое подошло. В принципе, да. Ну, это, как я сказала, больше сувенир. На память на холсте нарисована. Вот. Тут есть. Вот. Роспись художника есть. Вот. Это что касается этого дела. Была у родителей. Переворячивала скраб. Нашла вот. Тут эти названия. Они как раз не хватает. Заканчивались все. Особенно вот эти бирки, надписи, локоны. Снимки УЗИ тоже закончились. Вот. И тут нашла чебордик. И тут, и тут. Думаю, что у меня там лежит. Он тогда мне точно не пригодится. Забрала. Еще вот такой вот случайно. Нашла у них логотип. Или как назвать? АССР. Вот. Взяла. Думаю, вдруг у меня будет еще один какой-то альбом. Минтажный с СССР. Потому что предыдущий альбом. Он пригодился. Это пластик, по-моему. Хотя, да, это пластик. Вот. Ну, может его можно, во-первых, помыть. Его надо. Может щелочко почистить. Он пожелтел. А во-вторых, покрыть красками каким-нибудь. И будет симпатично смотреться. Что? Это я с собой брала фломастеры. И вот только я вот эти маркеры брала, карандаш. И брала списную книжечку маленькую. Но так ничего там не писала. Я думала, я что-нибудь там распланирую. Но по факту ничего не исполнялось. Вот тут, видите, у меня еще лежат ножи. С обзора со скрабманом. Так, если провода убрать. Это что-то лишнее. Так, с Алиэкспресс мне пришла вот папочка. У меня помятая вот такая. Кстати, долго шла. Я заказывала еще в начале мая. И даже в конце апреля. Вот. И еще одну заказала вместе с ней рядом. Почему-то, ну, у рандовых продавцов вместе они не пришли. Она такая с инструментами. Там еще она мне не пришла. Та папка. Тут еле дошла. С этими, с монстерами, да, какими-то. Ну, прикольно, мне кажется. Будет паринт. Что-то мне еще с Алиэкспресс приходило. Ну, я что-то сейчас тут не вижу. Видимо, ничего такого важного. Тут мне не пришло. От жары у меня тут попадало. Что было приклеено. Попадали вот у меня цветочки. Видимо, здесь клей от жары склеивается. Надо сейчас собрать. Тут валяются у меня примовские цветы. Посылочка. Посылка от Даши Лариной, да. Так. Тут я уже ее перебирала. Поэтому я не помню. И что конкретно тут было уже. Но факт в том, что было вот это вот кружево в подарок. Вот. По-моему, тут Даша мне писала открыточку. Что это подарочек мне. Комплимент за проект. Исполки вон, да. Вот так участники. А Даша участвовала у меня в проекте. Еще и мне подарки дарят за это. Так приятно. Спасибо, Даша, большое еще раз. Не знаю, где она нашла. Вот это вот. Мне кажется, какое-то винтажное такое кружево. Да. Ну, очень крутое. Особенно вот это вот. Вот это просто шикарная такая салфетка. Мне кажется, ее раньше использовали. Ну, подобного плана салфетки. Где-то на трюмо каких-то небольших столиках. Вот. Я ее резать, наверное, не буду. По крайней мере, в ближайшее время попробую. Если она будет хорошо смотреться на фотографиях, то точно буду на фотках. Если не пойдет. А иногда бывает, что кружева, ну, как бы красивая. А на фотках как-то она не смотрится. Вот надо попробовать. Ну, может, тогда в какую-то работу пущу. Но только, наверное, целиком. Знаете, так на корешок. Чтобы она так заходила. А не разрывать. Это будет кощунство. Потому что тут очень-очень мелкий такой стежок. Красиво сделано тут, наверное, лицевая. Спасибо даже большое. Очень крутые вещи. Еще вот такие вот цветочки. По-моему, добрый хомо мне сказали потом. И там девушка, да, делает автор цветочков. Красивые такие, очень нежные. Попробую от этой мастерицы. Я подписалась на нее. Цветочки. Ну, и ножичек. Как Даша не подарит ножки. Мне кажется, Даша всем ножки дарит. Да, и в том числе это гео-арт в мою коллекцию будет. Я еще их не пробовала. Вот положила, чтобы вам показать. Очень круто. Так, ну и здесь у меня был заказ тканей. Опять. Опять большой заказ тканей. Но я удержалась. По-моему, мне пока больше не идет никаких тканей от Даши. Надо там себя разобрать. Это просто невозможно. Что-то... А, здесь еще вот подарок был котятки. По-моему, где-то еще тут вырубка была. Но я могла ее уже потратить. Вот, куда-то. Да, наверное, я ее уже потратила. Как раз там у меня был проект. Какой-то мне нужно было вырубку. А может, я обшиваюсь? Ну, вообще, я не помню. После отпуска память отшибла. Так, вот такие вот цветочки. А, сердечки. Сердечки на таком бежевом фоне. Не знаю. Мне кажется, на фото мне было интересней, чем сейчас в живую. Такой редкий цвет персиковый такой. Темный. А вот эти вот травушки очень красивые. Шикарные просто. Они зеленые. Ну, такие вот. Не знаю, как вам, наверное, видно темный цвет. Ну, на самом деле, в жизни он такой зеленоватый. Красивый. Оттенок. Вот такой. Эвкалипты, наверное. Ну, достаточно универсальные ткани. Мне такие быстро уходят. Вот этот вот, наверное, зайчат я взяла под какой-нибудь... Под набор от пятницы. Почему какой-нибудь? Форест и апатия. От пятницы 13. Прям отлично туда будет. Но я уже сделала один альбом. Посмотрю. Может, еще будет какой-то. Вот эта ткань, мне кажется, я у Даши уже третий раз беру. И, по-моему, здесь еще одна... Нет, один отрез. Потому что она у меня просто в лед уходит. Я только ее покупаю, она мне приходит, я тут же ее использую. Опять только покупаю, и все уходит. Она у меня мгновенно. Опять же, вот альбом был с Форести и Пати. Она у меня там, по-моему, была на обложке. Вот эта тоже из этого же разряда, потому что тоже быстро уходит. Я взяла тут большой отрез, чтобы просопас. Очень универсальный под любые девочковые работы. Ну, и вот такие вот сердечки милые. Взяла надеть в белом фоне, голубые. Тоже, мне кажется, не залежится. Хотя, подобного плана, я какие-то точки уже брала. Еще лежат, еще не ушли. Вот. Не всегда понимаешь, да, как у тебя универсальная ткань или нет. Вот. Вот такие вещи у меня тут ткани. Пришли от Даши. И подарочки такие вкусные, красивые. Что еще я вам хотела? Сейчас я, наверное, проберу и покажу две последние работы для дизайн-команды, которые уже у меня вышли в блоге. Но я их еще во влогах не показывала. Так, раскидала я все тут по сторонам. Что две работы? Это у меня была в июне, в конце. Это была уже в июле. Вот единственная, которую я сделала на июль. Давайте мы смотрим сначала июльскую. Потому что она такая, ну, вот эта вот мне больше нравится. Что, это миник. Мне приходила заготовка, домик. Да, вот такой вот он был. Тут как раз все элементы, которые мне приходили. По-моему, здесь было два. Один был с декоративной частью заготовка. Да, там и несколько страничек, и отдельно просто странички. Так приходило, мне кажется. Что? Вообще, я здесь обложку обтянула тканью. Вот ее с обратной стороны видно. Кстати, выгнулась ее. Ну, потому что я торопилась. Надо было уже доделывать. И это дело выгнулось. Конечно, это маленькая заготовочка. Здесь еле влезают фотографии. По-моему, 9х9, что-то такое. 8х8. Сейчас я вам померю, скажу. Да, 8х8 фотографий. А так заготовка тут 14 сантиметров. Ну, вот без хвостика 10 сантиметров. То есть небольшой такой альбомчик. Ну, тут на обложке я тут все позакрывала. Потому что, не знаю, мне захотелось здесь ставить фотку. Эта фотка вынимается. В последнее время мне нравится делать такие альбомчики. Вот такая вот композиция. С фотографиями, да, я имею в виду. И там вот ткань, вот ткань. Там применяла бумагу из универсального их набора. С деревянными разными принтами. Тоже вот хорошо пошла. Ну, такой вот миленький. Ну, как раз для декальбомчика. Я даже не знаю. Скорее всего, кому-нибудь в подарок большому альбому приложу. Вот. Просто для таких милых фото. Переплет здесь такой просто, не знаю, повиноградовый. Он, наверное, называется. Может и нет. Я не знаю. Просто на бумажных перемычках. Хотела я опять сделать, как с замшевой. У меня был прошлый альбом баночка, да. Но здесь трудно вот эти вот места обтягивать замши. И ты прям просто убьешься. Если просто вот эти места, еще ладно. Но вот эти вот уголки здесь, вот здесь, вот здесь, вот в этих местах. Ну, это просто будет жесть. Поэтому я решила без ткани здесь обойтись. Ну, и перемычки тоже сделать. Хотя можно было только перемычки тканем сделать. Но я решила, чтобы здесь на торце тоже была бумага. Все-таки у меня дека-то бумажная. И чтобы было везде бумага. Вот такой. Здесь у меня половина оформленных, половина не оформленных. Чтобы так уравновесить немножко. Он такой вот декор. Потому что действительно все-таки декор закрывает фото. Вставляется сверху фотографии. Здесь вот просто уголочки немножко вот такого декора. Чип-бортик прям в чистом виде применяла. Мне как-то нравится. Он здесь как-то такой немножко вот поджженный. Вот так смотрится. Он здесь вот тоже так чистенько практически немножко. Вот здесь брала наборчик 15 на 15. У меня уходил. Как раз бумажечку подбила детскую. Ну, мне показалось, что тема домика из всех коллекций 15-13 больше подходит к как раз детской коллекции. Вот, может, какие-то вот первые фотографии милые. Опять же, вот когда вот совсем малышка маленькая. Иногда делают первую фотосессию, когда ребенок прям вот просто несколько дней как родился. Вот. Вот сюда такие снимки ставить. Будет симпатично. Вот такой альбомчик получился. Вот. А вот этот вот уже поинтересней. Он как тревел. Может быть, кстати, не исключено, что я сюда свои в тревел фотки вклею. Чем он интересен? Во-первых, здесь обложка. Я только работала с... Ну, картон, по-моему, я здесь применяла вот только. А в основном только бумага. Я здесь использовала. То есть я обтянула все бумагой. Это все. Вот здесь все. Это просто принт из набора у меня идет. Это никакая ни ткань, ни кожзам. Видите, на торцах все хорошо смотрится. Все отличненько. Это, опять же, жесткий корешок. Я редко такой делаю, да. То есть там тоже картон. Вот. Но, тем не менее, все хорошо раскрывается. Вот. Все рассказывается. Ну, такой... Раньше так часто делали любому, мне кажется. Или блокноты. Когда жесткий корешок. Здесь оставляем простое пространство. Чистое, да. И вот оно работает у нас. Вот такую декоративную часть сделала. Но она здесь не случайно, потому что я забыла пробеговать. Либо что-то такое. Не помню. Тоже торопилась. Вот. И у меня здесь по шву получился дырь. Дырбань. Здесь не видно. А, видно. Вот так. Я потому что закрывала тут еще этой бумагой, да, чтобы некрасивый торец. Вот. Но чтобы закрыть здесь дырку, потому что в целом обложка-то получилась, а дырка там, она ничего не влияет, я решила сделать такой кармашек. Ну, типа кармашек. Здесь, на самом деле, все приклеено. И так тоже вклеен. Вот такой вот декорчик. Вот. Получилось у меня. Немножко, опять же, здесь работала с этими... С фломастерами. Вот. Вырубка. Вот такая здесь можно дату, да, например, или год написать, что-то такое. Ну, и открываем. Что интересно здесь? Здесь странички, как у меня, вклеены. Ну, вы видите их, как они вклеены. И здесь использовала я прям один листочек 30 на 30 в основу каждой странички. То есть я вот так пробеговала и согнула, что у меня торцы красивые. Они не просто обрезанная бумага, да, как мы иногда делаем. И я в том числе делаю альбомы, да. Просто нарезали, сшили, проклеили. И тут просто бумага. Здесь она именно согнутая, со всех сторон подогнутая. И здесь вот такой торец, да. Но это один лист. То есть я ничего не обтягивала. Я просто сложила так один лист. Хочу снять такой мастер-класс. Будет, скорее всего, наверное, на канале. Просто надо подгадать под что. Под какого-то производителя. Потому что мне периодически присылают на обзоры или заказывают и обзоры в мастер-класс какие-то в магазины. И вот там я сделаю такой вот мастер-класс. Покажу. Потому что быстро и легко. Но, тем не менее, странички очень плотные получились. Прямо как из картона. Их не повело. Хотя я клеила на титан, да. Все в порядке. Здесь у меня, по-моему, открывается. Но я вот не особо где-то закрывала. Опять же, то, что торопилась. Делала для ДК. Здесь у меня карман вот такой вот объемненький, да. Для вот карточек каких-то. Еще одна карточка такая. Ну, такой вот travel типичный. Здесь тоже, по-моему, открывается. Да, вот так. С магнитики summer. Да. Ну, вот, может быть, я вклею сюда наши фотографии. Посмотрю. Я там заказала вчера. Здесь, по-моему, ничего не открывается. Хотя подсвет, конечно, не очень подойдет. Но, чтобы не заморачиваться. Потому что снимки у меня не очень с моря получились. Вряд ли для них что-то буду делать особенное. А тут уже есть. Вставила, будет фотография, да. Вот так. Такой разворотчик. Здесь, получается, три-четыре разворота, да. И на последнем я обрезала, вот, они обычно, эти страточки. Они подлиннее. А я просто отрезала части. И вставила, типа, для travel book. Можно что-то записать. Может быть, и я. Меня осенит. Можно было, кстати, его взять на море. Нет, потому что он у меня уже тогда был готов. Но я решила, что не хочу. Там ничего не буду писать точно. Это уж точно. Вот. Поэтому, если у меня тут будет время вечерком, как-нибудь выходные, я, может, сяду что-то позаписываю интересное. Может быть, еще оставшиеся снимки туда повклеиваю. И будет готовый такой travel у меня. Наверное, пока на этом все. Что-то хотела сейчас еще рассказать. Забыла. Ну, да ладно. Сейчас будут заниматься работой дизайн-командой. Но сначала надо снять обзор посылки. Чтобы сделать из нее уже бумагу. Но это уже в следующем видео будет на канале. Сейчас будет часть именно про наш отдых. Кому не интересно, то спасибо за просмотр. Мои скраповые части, да. А кому интересно, там дальше будет небольшая болталка. Конкретно, где мы отдыхали, что делали и что-то такое. Планы. Я уже ее сняла. Ну, и кусочек деталей тех, кто ему интересен конкретно по отдыху. Я скажу, напомню вам, да. Что мы вообще первый раз за 6 лет куда-то в отпуск поехали. Да, дни к родителям. И мы в этом вообще неопытные. И бюджетом мы таким огромным не располагаем. У нас все было так бюджетненько. Ездили мы на 10 дней. Получается, мы в субботу вылетали после обеда. В 4 где-то мы вылетали. И уехали уже во вторник. То есть неделя. И вот во вторник рано утром, в 4 утра мы уже вылетали. Вот. Поэтому по факту там получалось 9 дней. Ну, платили за 10. Что касается по перелетам. У нас ушло на троих человек, да. Напомню, все виды тоже билет нужен. Муж, я и ребенок. Около 50 тысяч. Туда мы, по-моему, летели за 17. А обратно за счет того, что мы в разные города летели, нам с Севой получилось 14. А мужу там 9 с чем-то. То есть чего-то, да. Но мы все самолетами. Я посмотрела, что я могла поездом поехать. Но меня так напрягало. Потому что, во-первых, недешевые билеты. Это вообще не так уж сильно там экономия была. Буквально 3-4 тысячи с этим, с поездом, да. Если бы я летела в Саратов. Или бы, как и мы, летели. Или бы на поезде ехали. Вот. Но опять же, заморачиваться. Тут и полтора суток ехать. Что-то с продуктами питания решать. Ну, отдельная проблема. Я решила все-таки. Если едем отдых, шикуем. Летим на самолете и обратно. Вот. Из... Откарска. Я уже ехала сюда на поезде. Одна же. Что у меня? Вот. Это что касается расходов на перелет. Гостиницу мы бронировали. Когда в феврале мы еще бронировали. Тогда еще не было такого ажиотажа. Турция была открыта. Поэтому цены были пониже. У нас получалось 4,5 тысячи в сутки. Вот как раз номер. Он был типа полулюкс балкона. Как бы одна-бвух спальная кровать. И еще дополнительное спальное место. Ну, не раскладушка. А именно там диванчик дополнительный для сева. Вот. Что? Гостиница. У нас была первая линия прям пляжа. Вот и Меретинка, да. Меретинский район. Нижняя Меретинская улица. Гостиница называлась Анна Мария. Вот. Бюджетненько. Но нам понравилось. Ну, мы неприхотливые. У нас нет большого опыта в этом. Поэтому выбирали каждый день. Там 3-4 раза меняли полотенца нам. Посельное белье раза 3 меняли. Вот за эти 10 дней, да. Поэтому так чистенько. Все. Вежливый персонал. Вот. К сожалению, у меня фото. Вот, наверное, тут сева. Только как у нас вид был в номере. На море. Вот красиво, да. А так я не фоткала номер особенно. Так все удобно. Нам все в гостинице понравилось. Единственное, что завтраки были очень дурацкие. Нам только понравилась запеканка. Мы любители запеканок и творожных. А так нет, не очень. Обеды, ужины мы не брали. Мы ходили в кафешки. Очень я боялась, что будет очень дорого. Нас все пугали. Что там прям вообще будут нега цены. Что это прям невероятное что-то. Нет. Но, наверное, по сравнению с московскими ценами нет. Если бы мы жили в Саратове и как бы ориентировались на саратовские цены. Потому что нам есть все сравнить, да. Тогда, да, там подороже питаться, да. Хотя я уже давно, наверное, саратовый год не была в кафе. Может быть и там сейчас подороже. Среднее блюдо там 350-400 рублей. Это если ты пойдешь в кафе. А на самом деле рядом было очень много столовых. Столовых таких, хороших столовых. И вот мы в одну ходили в обед. Там вкуснее даже не в каких-то кафе. Получалось, что мы в обед ходили вот в столовые. А вечером куда-нибудь посидеть в кафешку какую-нибудь такую. Даже на берегу моря. Вот. Естественно, там ценник подороже. Вот. Но получалось по факту, что в столовой вкуснее иногда было, чем в кафе. То там пересолено, то что-то недопеченное бывает, да. Но в целом кухня нам понравилась. Ну, мы там жили. Мы примерно знаем кавказскую эту кухню, да. В основном там что шашлыки, хачапури, эти хинкали. Вот. Не так и же дорого, если сравнивать с московским ценами. Как еще вам сказать? Ну, я сказала, да. 300-400 если в кафе. А вот в столовку мы ходили, мы там на 800 рублей троем объедались. Просто. И действительно вкусная еда. Единственное, что... Ну, понятно, что там никакого антуража. Просто столовая. Но очень вкусно и чистенько. Вот. Поэтому мы так себя распределили. На какие-то экскурсии мы не ездили. Потому что я говорила, что мы уже жили там два года. Мы, в принципе, все основные экскурсии объездили тогда, когда были еще молодые. Горячие. Вот. И приехали такого, чтобы повторить что-то. И было интересно куда-то поехать. Нет. Что-то нового. Только Красная Поляна появилась, да. И Олимпийский парк. Мы жили в пешей доступности от Олимпийского парка. Но мы, кстати, так туда и не дошли. Потому что, ну, опять же, мы когда жили там, как раз была Олимпиада. Да, мы там были и во время Олимпиады, и потом гуляли там часто в Олимпийском парке. Поэтому, ну, что там делать? Я думаю, Олимпийский парк. Красная Поляна, да, все эти бесконечные эти люди, как их назвать, которые, экскурсоводы, да, или как их назвать, которые вот ищут тысяч клиентов на экскурсии. Они постоянно там мешались. И вот Красная Поляна, что туда ездить? Ну, поэтому мы спускались, как его назвать, канатная дорога или как-то. Кататься мы не катаемся. Я не знаю, вообще, летом там можно кататься или нет. Что там делать на этой Красной Поляне? Ну, погулять, и мы и так можем на электричке съездить, да, мы ездили, когда мы там жили. Ну, в общем, видимо, мы устали и приехали только на море. И еще тот факт, что Сева с нами, и ему, в принципе, какие-то экскурсии, я думаю, не будет интересно. Ну, бывает, я не спорю, дети, которым прям интересно какое-то приключение. На автобусе куда-то в горы ехать. Но Сева не из этих людей. Вот, поэтому мы в основном зависали на море. Ходили по вечерам в детские парки, карусели, катались, что-то такое. Кафешки, мороженое. Единственное, что ездили вот в Дельфинарии, нам очень понравилось. И хотели очень в аквапарк. И не один раз съездить в аквапарк. Но в Адлере закрылся их открытый аквапарк. Сейчас, по крайней мере, на ремонт. А еще был аквапарк. Мы, кстати, в нем были тоже, когда жили там на Красной Поляне. Но там, во-первых, ценник очень дорогой. Сейчас, по-моему, в районе 2000 человека. И это без горок. То есть, горки сейчас они там, наверное, из-за коронавируса закрыли. То есть, только бассейны какие-то. И, ну, смысла туда ради бассейнов ехать не было. То есть, нам нужны были горки. У нас ребенок. А по факту, это надо было куда-то ехать в Туапсе, по-моему, или Лоу. Это на электричке 3,5 часа. Ну, мы решили, что нет. Это того не стоит. Короче, в аквапарк мы так и не попали. Хотя ехали в Сочи в основном. Ну, не в основном. Но основная идея была то, что мы там несколько раз ходим в аквапарк. Вот. Ребенок очень хотел. Вот. В Москве мы последний раз были, наверное, год назад в аквапарке. А сейчас с коронавирусом, не знаю, как оно. Работает, не работает. Или опять эти QR-коды нужно, что-то такое. Поэтому мы надеемся на Сочи. Но не прошло. Вот. В основном мы зависали на пляже. Все пугали, что будет очень-очень много народу. Очень вот эти вот видео с ТикТока, они иногда мне прям просто бесят. Потому что вот половина видео с ТикТока — это вранье. Полное, полное просто хайп, какой ты ищет на пустом месте. Точно так же, вот, как и, я не знаю, может быть, в Анапе или в Гинджике. Почему-то все туда едут. Там действительно так много народу, как в ТикТоках этих показывали. Естественно, в Инстаграме, ВКонтакте эти видюшки попадаются. Но мы приехали в Адлер. Да, народу много, но как всегда. И место вы всегда найдете. Ну, по крайней мере, вот мы были в конце июня. В любое время дня вы можете найти место. Это с утра вообще пусто до 10 утра. После 4 пусто практически тоже, полно места, да. Вот в час пик вот этот вот с 10 до 4, да, занято. Но шезлонгов свободных очень много. И так, если даже вы не берете шезлонг, так тоже много свободного места. В море еще меньше купающихся, потому что в основном там тетеньки с детьми. Дети купаются немножко, а тетеньки, ну, тетеньки, дяденьки, да, они загорают. Вот больше загорающих. В воде вообще места очень много. На самом деле нам очень повезло в этом плане, потому что мы смотрели погону на эту неделю, что мы там были. Ну, чуть больше, да. Был написан каждый день дождь. Ну, мы уже настроились. Муж приказал, я говорю, не будем брать зонтики. Он сказал, возьмем. Зонтики мы взяли. Может быть, потому что мы взяли зонтики, ни разу дождя не было. Ну, я, конечно, приуищу. Один раз дождь был ночью. То есть мы спали, была сильная гроза, дождь. С утра мы встали, немножко были кое-где небольшие лужицы, но дождя мы так и не заметили. Вот. Все остальное время солнечная жарка. Вообще умирает жара, но хорошая. Погода вообще отличная. Море просто шикарное было, чистое. Я уже говорила там в сторис, что за те вот два года, что мы жили... Ну, мы жили в самом Сочи. Все говорят, что в самом Сочи всегда очень грязное море. Там вот эти вот водостоки сливают, все. Поэтому там всегда вода грязная. А вот в самом Адлере я никогда не купалась. Вот. В Адлере очень чистая вода. Нет вот этих вот страшных волнорезов, которые ты едешь от Сочи. Да, вот они такие бетонные, все заросшие, грязные. Тут ничего этого нет. Большое, открытое, чистое море. Знаете, может, я здесь прикреплю фотографии. Вода прям кристально чистая. Было, наверное, два дня. И то, знаете, с утра, наверное, вот после дождя немножко мутновато. А к вечеру уже очистилось. И, может, еще один какой-то день. Вот прям чуть-чуть мутноватый. Но это все равно не так, как мы в Сочи купались. И пару дней были медузы. Вот они меня бесят, конечно. Особенно, когда их много. Ты плывешь, они типа попадаются. Фу, склизкие такие. Нет, когда были медузы, я не плавала так немножко от себя, чтобы пожару снять. Ополоснула около бережка и все. Стива был доволен, играл в камушки. Мы думали, что он будет бояться. Он вообще у нас такой... Об отношении воды не сильно смелый. Ну, тут прям был смелый. И забегал, и купался, и плавать пытался. Ну, естественно, все с нами. Поэтому отлично. Мы очень рады, что так все удалось. Я просто... Мне отлегло. Что все в порядке. Что и с ценами, и с морем повезло. И с походой. И с отлетом-прилетом. И что-то с коронавирусом. Я думаю, мы сейчас нас что-нибудь закроют. Что-нибудь такое. Нет, все в порядке. Ну, было на тот момент. Это было, напомню, с 19 по 29 июня. Вот в этот период мы ездили. Короче, нам повезло. Я очень-очень этому рада. Спасибо вселенной. Вот. Все. По деньгам. Дальше я сказала. На гостиницу, получается, у меня ушло 45 тысяч. На билеты, да. Перелет-отлет 50. И где-то там вот потратили. Мы там ели много фруктов. На самом деле, фрукты дешевые. Дешевле, чем в Москве. И очень вкусные. Ну, как всегда, наверное, в Сочи, да. Это персики, нектарины эти. Огромные. Вот такие вот эти абрикосы. Просто невероятной вкусноты. Арбузы уж там были. Дыни. Эти ананасы. Ну, в общем, черешня и клубника. В общем, все. Вот мы в основном еще и бывало так, что мы либо на вечер просто объедались фруктами. И не ходили никуда ужинать. Либо в обед, потому что уже объелись, да. Дешевле, чем здесь. И особенно, если поискать. Бывает вот, да, на первой линии там где-то подороже. Где-то ты пойдешь в улочках. Там дешевле у дяденьки. На 50, на 100 рублей за килограмм тоже самое. Вот. Надо просто походить по району. Мне понравился еще район такой, что много вот этих вот всяких магазинчиков, улочек. Все в доступности. Все рядом, можно тебе купить. Также там было рядом магнит, по-моему. Если там что-то такое, не первой необходимости нужно. В общем, ну, мне понравился. Вот. Что-то я еще заговорила про фрукты. И забыла. Вот. А, про деньги, да. В общей сложности вот на такие вот расходы, на еду, на каждый день, да, на еду, на вот какие-то развлекухи. Опять же, сезонки взять, что-то такое. Ну, в общем, все, что я потратила там, да, где-то еще 60 тысяч у меня ушло вот на эти 10 дней. Ну, мы прям себе ни в чем не отказывали. Тратили. Но вот то, что нам нужно было. Вот. Так, короче, так вот мы отдохнули. Получилось небюджетно, наверное. Наверное, хотя вроде и в Сочи, да. Ну, так всегда. Вот. Теперь будем копить на следующий отдых. Посмотрю, не знаю, когда это будет. Вот. Если нужно... А, ну, я сказала, да, отель называется Анна-Мария. Нам все понравилось, и мы не одни такие. Вот. Отзывов там было много. Я очень... Вот, если вы вдруг поедете. Ну, наверное, на следующий год. Потому что на этом, в этом году все забито там. Уже, ну, как везде, наверное. Вот. На этом все. Видео я это заканчиваю. Рада, что вы со мной были. Поболтали со мной с утра сегодня. Хотя это сейчас я заканчиваю видео с утра, да. 9.30. Вот. Пока-пока. До новых влогов. Пишите, отдыхали ли вы. Или только будете отдыхать. Желаю вам так же хорошо отдохнуть, как и мы. Загар, наверное, у меня уже смылся. Потому что прошло уже две недели, да, с того момента, как мы приехали. А морской загар быстро смывается. Вот. Но, тем не менее, заряд позитива есть. Жаль, только фотографий у нас получилось мало. Потому что то не хотелось фотографий, то что, ну, сделать хороший снимок, это надо много времени убить. Мужу это не нужно особенно. Он там пару раз меня пофоткал. А я тоже пыталась. А это не им не нужно. Они там особо не позируют. А если позируют, то как-то дурацко. Ну, в общем, фоток особых нет. Зато куча впечатлений. И вот нам действительно это было нужно. Такой первый наш совместный семейный отдых. Очень нам понравился. Вот. Такие дела. Опять же, прощаюсь с вами. Уже прощалась еще раз. Пока-пока. Буду сейчас снимать следующий влог. Но он уже будет, как всегда, наверное, недельный. Что-то такое. Субтитры сделал DimaTorzok